В Одессе отмечают 65-летие независимости государства Израиль. Исторически сложилось, что наш город тесно связан с историей становления Израиля, с развитием еврейской культуры и искусства. Весомый вклад в культуру молодого государства сделал классик мировой литературы Хаим Нахман Бялик, чей литературный путь начался именно в Одессе. Хаим Бялик – классик мировой литературы. Его стихи переведены более чем на 30 языков. Его значение для еврейской литературы сравнивают со значением Пушкина для русской или Шевченко для украинской. Одессит стал одним из создателей нового языка – иврита, на котором говорят более 8 миллионов по всему миру. Позволил нам, израильтянам, поверить, что на этом языке можно писать. И не только прозу, но и поэзию. Причем вообще идея возрождения языка, идея того, что на этом языке можно писать, и зародилась именно здесь, в Одессе. После гражданской войны поэт был вынужден покинуть Одессу. Бялик не был членом партии и не поддерживал провластную линию, ведь он писал на иврите и поддерживал еврейскую общину. Чтобы избежать репрессий, Бялик при содействии Максима Горького покинул Одессу. Этот человек состоялся здесь, этот человек начал писать здесь. И, кстати, одна из интереснейших книг, которая была издана на иврите, Бяликом, была издана именно здесь. Именем одесского поэта названы улицы почти в каждом городе Израиля. Его вклад в культуру молодого государства практически неоценим. В Одессе, кажется, об этом мало кто знает. Однако Хаим Бялик, претерпев попустительство власти, гордо заявляет. Дальше скитальцы бодрыми рядами. Путь еще не кончен, бой еще перед вами. Денис Соколов, Руслан Акаев, телекомпания «Круг».